У меня много вопросов, но у нас... Больше чего вопросов Камилу у меня самого вопросов. У нас есть в комитете был Калашников, которого нашли, как известно, где-то на Дальнем Востоке. Он там работал программичным. Служил? Гениальный конструктор. Вот я хочу сказать, что, как раз и всего прочего, идёт диплотехнология. И, соответственно, у нас... Давайте, пожалуйста, вопросы. Вопрос следующий. Для того, чтобы решать проблемы в технологиях, как биология, талат и оли. Они вы иные есть. У нас, как, насколько мы неизвестно, я на заключительной стадии смотрю техники на экономическое расставание. В прошлом году, например, студент решил, что проблема, с которой работают вообще все физики, а именно это. То есть с тем, чтобы сделать вообще новую энергию. Он нашёл, так сказать, способ вас должен держать классно. Где он теперь работает? Ну, то есть у меня, просто, даже не вопрос от трубы. Да, будет, да. Нет, извините. Вот это самый главный наш ресурс, наверное, да? Люди, которые создают новые технологии. Я полил вопрос. Спасибо. Может быть, вы в этом не пошли? Спасибо. 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 Почему Калашников появился? Ну, вообще-то у нас вот в Дальнем Востоке академик появился. Сержант, окончил технику, сержант, и взял, написал Сталину тетрадку, это ещё перед войной, о ядерном силе, о первоядерном силе. И отправил туда. Месяц ответа нет, а потом-то приезжают эти машины там и так далее. Да, после войны я что-то сказал. Там, думают, всё, взяли, бородок добра, его везут в Москву, встречаем, и когда-ли, он становится, принимает, проводит его с сахаром, тогда ещё молодой, заходит к мужику с бородой, это получат, и так далее. Я этот пример применю, потому что была поставлена мощная такая задача, как индустриализация. Индустриализация. И по всей стране вот выисками, таких, как Дмитрий Федорович Кустин, вот, зёрнышко, таких вот, у кого есть свежие мысли, собирали, потому что дефицит был. А стоящий дефицит был вот именно инженерных кадров. Сегодня мы по своей дуе и глупости опять же находимся в той ситуации. Была воспринята идея постиндустриального мира, и её американцы запустили, потому что они вывели свои производства и стали производить доллары. Это вроде выгод. И мы посредовали за ним. И вот только сегодня, и оборонка, прежде всего, когда стреляют уже по пути, а нам уже будут бомбить, а мы ракетно-ядерный потенциал не примерим. Вот сегодня лихорадочно, и сегодня к вам прибудется, оборонка, Крома, Владимир Иванович, будут отбирать кадры. И мы стали, раз постиндустриали, зачем уж нервовы. И мы стали владеть политологов, менеджеров, психологов там, и всё-всё-всё остальное, которое сегодня мало востребовано. И сегодня инженерные кадры, поверьте, готовьтесь к этому, готовьтесь к этому, что они будут страшно востребованы, потому что мы возвращаемся, понимаем, что импортозамещение, и так далее, вот эту карточку затягивают на нас, и надо ли сдаваться. Это будет перспекция. Мне хотелось бы, извините, Юрий Григорьевич, я так настойно. У меня на меня прерываю, вот я сказал, что это просто, это очень важно. У нас есть талантливые студенты, которые потом уходят на свободный рынок и пропадают. И фамилию пора. Я с вами согласен, но имейте, имейте в виду, я тут живу в Москве, но власть никакого отношения не имею. Я оппозиционер властной дури к этой коррупции Катаре. И я также работаю, у меня 200 студентов, вот каждый год это пустая. 200 студентов, его и так далее. И для меня вот та же боль, вот в прошлом году выпускаются девочки с красным дипломом. Троичники обязательно где-то там. Папа, мама, девушку куда-то устроили там. С красным дипломом не могут устроиться. И вот сейчас в Кирове девочка одна, вот как-то в гостинцовку там устроили. Вот в Ярославле, вот в Машу. Понимаете, для меня это такая больность. А главный вопрос, что мы где-то или ради того, чтобы сохранить свои теплые местечко, или там еще, или излишняя вера, что вот там наверх пришли самые бодрые, самые лучшие. Я говорил, что найдите хоть одну геополитическую и зверину за Кремлевской сценой. Это я 7 лет назад говорил. Почему, почему вот так? Почему геополитический? Найдите хоть одну зверину. Найдите хоть одну мудрость, кто бы вот собирал, собирал вот эти зернышки. Это будущее. Потому что главное им теряет правду. Я с вами согласен, но нам нужно быть вот поострее. Называть конкретные имена того же Ливанова, который черт не что сейчас вот в какую-то политику ведет, подражательство. Но будущее за геополитиками с инженерно-космическим ужином. Это запомнил. Леонид Ильич, спасибо за вашу очень интересную и полезную лекцию. Два вопроса. Первый. Наверное, же есть альтернатива доставке ядерных зарядов на территорию Америки, но оружие, которое предложил Сахаров. Как, на ваш взгляд, реально осуществить подобного рода удар по Америке? И второй вопрос. У вас знаете, вопрос инженерам. Технически все можно. Но вы же отказались. Нанесем? Ну как же. Нанесем, но американцы что-то подозревают, что китайцы осуществили проект Сахара. И, конечно, они боятся, еще отнимательно извинят, что мы им не будем говорить, что это за проект. Студенты сами разберутся. Вот. Но иметь любую группировку и иметь хороший спецназ. Почему вы им был одним из первых? Вот разогнали. Ведь это был спецназ первого главного управления ПГУ, КГБ СССР. И я одно время руководил, вот, ну, разработал мир, уязвимость территории. И у американцев не надо ядерные вещи. Вот несколько есть объекты, энергетические территории. Вот я наблюдал объекты, у них. Америка живет на жилном газе. И огромное одно хранилище на два-три штата. И вот смотришь, хорошие гранатометы больше не все. Вот. И, конечно, вот группировка, я говорю, нацелит на банки. На банки. Чтоб банкир они заканчивали. Чтоб нацелит даже не ядерно. Где-то, ну, просто физки ядерные вещи. Второй вопрос. И все-таки ваше видение ситуации с Украиной. Вы очень глубоко понимаете эти проблемы. Все-таки что нас ждет? Ну, ничего хорошего в ближайшие годы не ждет. Первый. Я поддержу Хатингтона позицию. И я писал девять лет назад именоту протеста в празднике посольства Славы. Где я говорю о тенденциях подрасковной. Украина. Что вы желаете? Надеюсь, я желаю. Во-первых, нужно считать, что мы проиграем. Мы геополитик, северационный процесс. Подменили ценой на газ. Это грубейшая ошибка. Мы не работали на культурном поле. Не формировали вот эту нацию. А помогали, помните, как Новый год подходит. Так битва за газ. За цену на газ. Почему-то не в апреле решали, а обязательно в Новом году. Когда внимание людей все осознали на чем-то хорошем, сосредоточен. А идут переговоры 31 декабря. И все смотрят, даст ли Россия газ или не даст. Или нам в темноте празднуют, в холоде празднуют, встречать. Вы знаете, как все работает на сознании. Мы проиграли Украину. Мы проиграли Украину. Вот. И сегодня Украина целой никогда не будет. Вероятнее всего, несколько будет государств. Я просто беру аналогии по Югославии, по другим вот территориям. Идет процесс дробления. Потому что маленький грамм. Вот здесь можно все-таки проще управлять. Мне кажется, вот этот процесс пойдет. А потом некоторые, вот как сейчас, в Югославии. Вот вступишь в Анна, а потом посмотрим в Евросоюз. Цельная вот эта Украина для Европы – это кошмар. Это кошмар. А вот взяли они прибалтийские страны. В Истории там два танка ехали и все. И бог с ним. Бог с ним. Они еще могут как-то с этой. Мне кажется, будущее Украины такое не совсем что-ли позитивное. Но у нас в России не знают, что делать с Новороссией. Новороссия. Мы поддерживаем. Помогаем там. Все. А что делать, не знаем. Посмотрите, какая аналогичность у нас была. Украина. С одной стороны заявляет госпереворот, совершен там фашистский режим на официальном уровне. Пришел и то, что происходит в Новороссии – это средствия вот того госпереворода. «Но референдумы не признаем, выборы не признаем в Новороссии. Приход вот этой фашистской пункты в Киеве признаем, выборы президента признаем. В Верховной Раде рукопречен. Но… А есть не только первая статья Уставового, а есть в Одессе, где речь территория интересуется. Загляните Международный план по правам человека 1966 года, где расписан механизм. Как вот осуществляется это право на самоопределение на мере референдума? И да, если что, после проведения и признания референдумом, эта территория становится субъектом международного права. А все члены ООН обязаны содействовать становлению нового субъекта. И тогда идите внимание. Так что… Так, пожалуйста. Субъекты не смогли предусмотреть решательства на СССР. И не хотим. Не служил я. А как Ваши? Вы понимаете… Горбачёв сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. И… Ельцин… Ельцин… Это дурак. Да. Алкоголики… Поставьте сегодня… Не приведи Господа… Как говорится… Во главе университета… Великобритания… Вот такого пакета… Ну… Уминал… Затемленный волевой… Но волевой дурак… Страшнее гораздо… Так… Так… Поэтому… А вокруг… Предательства… Все это… Это просто… Но… Еще раз… Еще раз… Давайте запишем… Вы люди… Горбские… Удикальные… Без теорий… Ничего… Осуществляется… Даже копье сегодня… Вы перейдите… Ну… Какая-то идея… Какой-то… Перейдите… Поход… Ну… А тем более… В такой стране… Как она… И если у нас… Не поменяется… Вот… В ближайшее время… Ну… И… Не будет… Научного… Обоснования… Вот… Нашего движения… Нашей… Что-то в стране… Такая страна… Вылечена… Как красиво… Долга… Исторический… Долг… Индейский… Володежь… Вас… Ни кто… Вопросы не задает… Пока… Так… Спасибо… Просто… Спасибо. Извращенный тип сознания. Вот Богом становится прибыль, миллиарды так и так далее. И Он ни о чем не думает. Вот сегодня, знаете вы, среди, что обсуждается в архитрористской среде? Что Батанин переплюнул Абрамовича и более крупную яхту. Вот, по-моему, за 37 миллионов яхту в долг. А Батанин переплюнул. Вы понимаете, в какой узости своего смысла жизни живут они? Это не самые лучшие люди, поверьте. И сегодня беда России и беда России в том, что мы пытаемся совместить, смешать в одну гремучую смесь. Значит, вот этот олигархат, он всегда космополитичный. Там, где больше прибыли, он туда вкладывает, ему плевать, его цель – обогнать Абрамовича по числу. И правительство наше – это не лучшие представители своих профессий. Не государственники, они представители большинство. Жаня Доброва и Шойгу. Это представители вот этих вот олигархатов, которые я могу назвать вот то, что представляют. И они там проведены для того, чтобы интересы своей вот международной компании и так далее учесть. Вот это надо сделать. И вот мы вот этот олигархат, как бы их соединяли. Пытаемся патриотизм, значит, тоже совместить. Вот послание предыдущих. И плюс обычный бизнес, ну, средний, там, малый бизнес, вот, конглабират какой-то, не совместивый получается. И это, выучая смесь, вредная нас состоятельность. И Путин пытается быть руководителем, лидером вот в этой олигархической среде, быть, значит, лидером средних слоев, среднего бизнеса, и плюс еще возглавить патриотическую причину. В этом трагедии, Владимир Владимирович, он много делает, много делается, все. Но вот этой модели развития, идеи, модели развития у нас нет, потому что вот никак не совмещается, совмещается, вот эти три составляющие. У нас осталось 10 минут, поэтому последние три вопроса. Спасибо. Если у нас будет меньше 500 ядерных зарядов, то мы тогда уже не сможем удержать нанесения эффективного ядерного удара. Я не согласен, вот с этим, ну и вот и 1500 будет, если у них вот эта цепочка противоракетной обороны будет обеспечена, какое это соотношение? Ведь мы же записали в СНВ-3, что в случае, если они в кроне остановят ЛВИ, не ядерный фактор держит. Найти такое оружие, которое бы действительно воздействовало по территории штрафа, в банковской части, в морозе, и наносило неприемлемые для них ущерки. Как можно переснимать книгу, которая... Я сам готовишься, у меня вышло две книги, ну это же... Вы, наверное, военные, в Путербурге... Ну это вы знаете, как сегодня автор, вот я вот 10 книг, а не шею на фильмах... Ну, водя, водя, да... Это вот готовишь книгу, отдаешься, вот или плати сам деньги там... Конечно, да... Вы готовы, Дмитрий Владимирович? Да... Вы готовы? Или, значит, вот иди отдавай... Вот я им отдал, и сейчас прячутся они, 10 штук принесут... Да... А там по договору даже какой-то гонорар 10% открыт. Ну я думаю, что вы... Ну, это все есть, не верно. Ну, вы замечательно догадаетесь. То есть это Кришна и мир, а вторая вышла... Она ворует алгоизм... Скажите, пожалуйста, я вас когда сейчас слушал внимательно, я понимаю, что будет ждать глобальной политики и ангелинсии, да? Надо планировать мир. Грубо говоря, у вас тут чуть-чуть не сорвалась из остального правды, из теории нам смерть. Вы, Юрий Сырёнович, понимали? Вот, в целом, я просто не отвечаю сейчас в концепции общественной безопасности, где побоится методологическая база. Как вы относитесь к концепции общественной безопасности и шести ее приоритетов? Потому что я смотрю, у вас очень многое перекликает на вещи. И не взять, как вы считаете, возможно ли ее взять? Да? Основные переграды. Спасибо. Я вот так просто не могу вам инфигенцию, организацию. Вот как один элемент обязательный, вы из благообразия, вот эти, да, я верю вас, ну, концептуальные вещи. То, что вы и нам скажете, и под нее геополитическую доходу. Конечно, ну, но поверьте, я еще раз говорю, мы должны берзать, вот эти процессы. И надеяться, вот, поверьте, я, может быть, ближе, да, и я вижу улы, улы, кто там продает, и кто протягивает. Все же идут во власть сегодня, не для того, чтобы там платину построить. А все идут во власть, где-то расплачиваются, а это бизнес. Вложил, чтобы положить прибыль, и он приходит, я столько там заплатил, и так далее, и он идет за работу. Не все. Вот в регионах более такие вот приближенные, население. Ну, или надо, может, потому что я очки наношу, как бы, не вижу там ничего. И поэтому, главное, вы понимаете, в истории России, все, Игорь Михайлович, да, не хочу. Да, в истории России процесс развивается как его? Или приходит такой, как Петр Первый, Великатский, красавица Екатерина, возглавляет движение, выбирает тропику, возглавляет движение и так далее. Силет приходит, слабенький, как Николай Второй, ну, и двое дом, добегу, ну, вот Грабачев и прочее. И тогда народ терпит, терпит, допилирует, думает, что бояре обманывают, как мы вот с вами. И докладывают, как мы с вами. И потом надоедает, или за дубину берется, или подвигает настоящие деликулы, в проексте к Инстаграме. И формируем вот свою армию. Так что, вот сегодня, и вопрос еще в том, сегодня стоит. Кто сегодня опустает Путин? Не в плане, там, управлять им, а кто будет иметь больше неев. Или российский интеллект, и ему надо подсказывать, помогать, но помогать не так, что ставим вопрос, а давать ответ. Как это вот решать? Вот или и мы сегодня должны быть. И сегодня удивительно выгодная для России ситуация. Посмотрите, нет практически оппозиции. А вот эти либеральные, там это, все, что выходит, оно не поднялся. Консолидированный политический пакет, консолидировано общество. И это огромнейший потенциал. Вот, повесь эту категорную звезду, покажи, как по ступенькам добираться до нее. Народ попрет, и мы просто будем удивляться, откуда все это. Но знание, воля, для руководителя воля, обладаете знаниями силами. Нужно волевые качества, чтобы прокрепить, ну, такая у нас сегодня. Спасибо. 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 Последний вопрос еще? Ваш метод, последние минуты. Последний вопрос. Такой вопрос. Возможно, надеюсь, это, конечно, не завтра, ваше время. Что же это за медведь, это будет скушно. Смотрите, вы видите, вот вместо тех передач, которые сегодня говорят по Украине, это как-то, 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 как-то. Они абсолютно не далеко, а даже теории. Спасибо. Спасибо. Значит, первые, ну, вы знаете, там тоже отпор, и иногда вот приглашают, ну, во-первых, вы знаете, в студии ездить по Москве, это надо минимум полдня. Вот. Потом, значит, могут пригласить, а потом откуда-то звонок тренировать, он поступил, ну, и другого пригласил. Естественно, я могу поступать. И есть еще вот эти кусочки по Украине. У меня уговаривали, вот, господин Соломева, вот они прийти. Вот. Я отказываю. Потому что вот кто-то задал вот этот процесс делить не только Украину, но и делить Украину от России. И вот все эти передачи, большинство передачи на НТВ, там, на 1-го, там, полиция, особенно, передачи вот в том русле идут, чтобы как можно развести. Потому что подготовленные подходят с той стороны, с той, по управлению, по российски, и кто посильнее друг друга режет аргументами, то есть, чтобы эта щель расширена. Что я ответил Соловьеву, Володя? Вот он там. Я говорю, что мне... Я говорю, Володя, я говорю, приду, я сломаю тебе сына. А как это случилось? Слова эти сына. Я говорю, вместо вот этой остроты, остроты и правду, я говорю, беру микрофон и запил, и наматываю я, и ручей не доспал, в воде на ванне, в полях, и слава. Я говорю, нужно собирать сегодня все от того, убеждать там, может, заблудить.